Как любого человека, наверное, с лошадями, прежде всего, связывает детство. Я не знаю ни одного ребенка, который бы не был влюблен в это животное, не восхищался им и не чувствовал себя с ним связанной. Для меня это началось со съемки фильма «Снежная королева», когда я играла Герду. Ездила на золотой карете, которая была запряжена шестеркой или четверкой, уже не помню, сейчас прекрасных белых лошадей. А за мной ехали разбойники на лошадях, и я каталась с ними на этих лошадях. В мои 11 лет для меня это было сказкой, и лошади были частью этой сказки. И вот, очевидно, до сих пор это так в душе и осталось, какое-то прекрасное детское воспоминание. Когда я стала взрослой и снималась в фильме «Ищи ветра», то лошади вообще стали, не знаю, частью меня, наверное. Мы снимались в сальских степях, и каждое утро мы садились верхом на лошадей, поскольку мы жили просто, можно сказать, в конюшник, там мы снимали. И мы ехали по степи к небольшому озеру, и лошади с разбега прыгали в эту воду. Мы сидели на них, и это было какое-то, тоже такое, знаете, наверное, одно из важных ощущений в жизни. Душа веселилась, и тело было радо. Потом с этими лошадями мы жили несколько месяцев рядом. То есть мы знали всё, что они любят, что они едят, как они себя чувствуют, как они реагируют на грозу, на дождь. Я думаю, что это огромное счастье в моей жизни, что был этот фильм, и что я научилась там ездить верхом, делать подсечки и ехать галопом. Лошади стали, конечно, моей любовью. И эта любовь передалась моей дочери младшей, которая без лошадей вообще не представляет своей жизни. Но ещё мой дедушка был, оказывается, в конной милиции Москвы. То есть наша семья с лошадьми связана как-то очень, не знаю, очень по-доброму, очень плотно. Сейчас много очень фондов, и слава богу, что их много. Люди помогают друг другу и получают в этом какое-то очень правильное, наверное, своё самоощущение. Когда ты думаешь не только о себе, не только о своих проблемах или проблемах своих близких, а когда ты расширяешь вот это понятие, что становится твоим. Твоим становятся собратья по творческому цеху, твоим становится другая человеческая боль. И мне тоже кажется, что в нашей сегодняшней жизни такой запрограммированный, такой ограниченный, вот это общение очень важно, общение с людьми, которые хотят вместе делать какое-то доброе дело. Вот мы, актёры, обычно помогаем своим коллегам по цеху. Кто-то заболел, кому-то нужна операция. Всё, что мы можем, мы обязательно быстро собираем, отсылаем, помогаем. Так было с Фарадой, которому мы все помогали, так было с Вячеславом Невинным. Мне кажется, что вот этот актёрский, так скажем, порыв, я не знаю, актёрская взаимопомощь – это хороший пример. И фонд «Ваня», мне кажется, в этом плане вообще необычным. Объясню сейчас, почему. Спорт – вещь непредсказуемая. И неизвестно, кто из спортсменов может нуждаться в этой помощи буквально через час. И фонд «Ваня» позволяет этот фонд копить, ну, как сказать, стелить солому заранее. Не тогда, когда ты упал, а тогда, когда ты ещё стоишь. Это очень, на мой взгляд, правильное распределение усилий всех, кто в этом фонде участвует. И фонд «Ваня» позволяет спортсменам чувствовать себя защищёнными. Нужно чуть-чуть думать друг о друге, помогать друг другу. И желательно не тогда, когда уже что-то случилось, а пораньше, чтобы была возможность в какой-то сложной критической ситуации сделать это сразу. Поэтому фонд «Ваня» открыт, мы вас ждём. И я думаю, что это будет очень правильно, если вы станете рядом с нами и будете это делать. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова